Всем привет, ребята! С вами я, Ирина Ясинская, и сегодня мы будем с вами лепить сирена голового. Вы знаете, я вычитала такую легенду в интернете, что если из пластилина слепить сирена голового, то он придет. Эту версию мы с вами сегодня и проверим, а перед началом не забудьте подписаться на мое видео, нажмите красную кнопку внизу под этим видео, чтобы она стала серая. Также не забывайте нажимать на колокольчик, ну и если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк. И, ребята, у меня для вас вопрос. Вы, наверное, все заметили это прекрасное создание, сидящее рядом со мной. Как вы думаете, это видео записывается тогда, когда Лаки еще маленький, публикую я его только сейчас, или это абсолютно другая собачка? Так что пишите ваши доводы в комментариях, кто это Лаки или абсолютно другой щенок. Ну, а я правильные ответы буду обязательно налайкать и ставить сердечки. Ну, а мы с вами приступим к лепке сирена голового. У меня здесь есть уже небольшие заготовки, и сейчас наш щеночек все это обнюхает. Да, мы сейчас будем лепить сирена голового. Нет, 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 грызть его нельзя, отдай. Почти сирена головой должен тебя есть, а не ты его. Нет, не надо, нет, 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 видимо щеночки обожают пластилин. Так что мы сейчас отнесем нашего щеночка в будку и продолжим лепить сирена голового. Итак, ребята, у нас уже приготовлены некие заготовки для сирена голового. Руки, сирены, собственно, вот такими вот мы их сделали вместе со мной. Снимает это видео Дима, оператор мой. Всем привет. Вот, и он мне помог также лепить этого сирена голового. Короче, суть в чем? Говорят, ну, вернее, хоть такая легенда, что если слепить сирену голового в 3 часа ночи, то он придет и появится. Я не знаю, верить в это или нет. Я как бы смотрела у других иностранных, зарубежных блогеров, у наших блогеров, что такое странное происходило. И, собственно говоря, я тоже решила попробовать, ребята. Ну, как не попробовать, если я королева мистики. Кстати, ребята, если вы помните, то обязательно ставьте хэштег Королева Мистики, если вы хотите меня поддержать, потому что совсем скоро на моем канале будет уже 500 тысяч подписчиков. И спасибо каждому, кто подписался. Так, ладно, давайте теперь приступим к лепке. Так, у нас получается вот это вот туловище. Смотрите, тут как бы ребра. Вообще сиреноголовый, он как будто бы сделан, ну, из проводов, что ли, из каких-то. Ну, в общем, мы все это постарались более или менее имитировать. Итак, сейчас вот это у нас руки сиреноголового. Нет, их не надо отрезать, да? Нет, да. Это вот так их прилиплять, да? Да, над туловищем сверху. Вот здесь или вот тут сверху? Вот здесь, да. Ага, отлично. Так, сейчас мы прикрепим эти руки. Блин, кто-то ползает по мне, а нет оттрава. То есть у нас осталось сделать руки сирены. Погоди, руки. А вот это что? Пальцы просто. Подожди, надо ноги просто. Это на ноги. Пальцы на ногах у него же на ступни тоже. Да, осталось у нас, в общем... Ну, давай мы для ступень вот так вот. Не надо. Не надо отрезать? Да, нет, ты. Ну, я его оставлю вот так лежать, потому что это будет типа куклы Вуду. Надо будет провести еще обряд. Он у меня будет лежать. Так, ладно, давай тогда просто сирену закрепим и все. Посмотрим, что будет происходить. Ну, давай сначала сирена. Блин, палец прилип. Так, сейчас я, значит, вставлю... Ау! Вот так сирену. Одну и... Господи. Вторую. Надо чем-то здесь вот как... Вот этой можно подлепить? Да. Так, сейчас я закреплю его голову, чтобы она, не дай бог... Ну, вообще, в принципе, я не знаю, может произойти все, что угодно. Он может там начать двигаться или там как-то реагировать или вообще появиться. По сути, он должен появиться, потому что вы знаете, что сейчас мы вообще делаем все обряды. Я очень много вызываю разных духов, играю в экстремальные прятки с разными монстрами. И мы находимся сейчас в нашем доме-мистике, ребята. И поэтому я думаю, что место тоже очень важно. Там, где ты делаешь какие-то мистические обряды, место абсолютно важно. Потому что это место пропитано мистика. Оно пропитано моими видео, а их уже больше 200 на моем канале. Очень много видео, и также все эти куклы, которых я находила, и разные мистические предметы, и атрибутика. Все это есть в моих видео на моем канале Ринь Ясинская. Поэтому я думаю, что что-то странное в любом случае должно произойти. Хотя, конечно, стопроцентной гарантии вам никто никогда не даст. Так, руки надо чуть-чуть опустить. Так, все, здесь у нас, в общем, голова как сирена, руки. Нет, зачем? Он как раз и должен быть, как бы, ну, такой вот в разные стороны. Сейчас я попробую еще... Ноги вот это вот я отрежу, это лишнее. И попробую подключить. Да нет, я не буду его ставить. Мы сейчас сделаем обряд и пройдемся, и думаю, посмотрим, не будет ли происходить чего-то странного где-то рядом здесь. Посмотрим. Так, сейчас я сделаю что-то типа пальцев на ногах. То есть, получается, если слепить сиреноголову, то он может прийти? Ну, говорят, что такое бывает, да. Но там вообще суть какая, нужно слепить его в 3 часа ночи, мы, ребята, это делаем в 3 часа дня. Я не знаю, по какому времени, например, живет сиреноголовый, и, возможно, эта фишка сработает в 3 часа дня. Если нет, то, ребята, если это видео, вернее, как только это видео соберет 2000 лайков, я обязательно слеплю сиреноголового в 3 часа ночи, и он не будет таким, например, крошечным. Возможно, можно будет сделать что-то типа чучела сиреноголового. Ну, типа, знаете, как на масленицу делают такую бабу огромную из соломы, сделать гигантскую куклу Вуду сиреноголового и попробовать призвать его. Вот это жесть, мне кажется, будет, ребята. 2000 лайков, и я обязательно это сделаю. Так, в общем, ноги что-то у меня не особо, конечно, получаются, но пусть будет. Так, пальцы на ногах-то все равно у него должны быть. Вроде как бы они есть. Что-то камера начинает глючить. Подожди, главное не упустить момент. Все, сейчас я буду делать обряд, не будем тянуть. Смотрите, ребята, какой он получился. Сейчас я вам поближе покажу. Щупальцы из сирен, две сирены. Руки, ноги. В принципе, все. В принципе, все. Итак, теперь мне необходимо провести обряд. Для обряда у меня здесь есть очень много разных средств для того, чтобы провести обряд. Во-первых, чтобы связь была с потусторонним миром, необходимо запустить маятник. Это тоже очень важно. Почему-то он перестал стучать, да? Слушай, что-то сломался. Нет. Подожди, он работает, но без звука. Нет, его нужно завести. Нет, его нужно завести. Заводите. Тогда будет звук. Чтобы он достучался до потустороннего мира. Видите, все. Пошло. Так, отлично. И здесь у меня есть такой огромный, старинный такой чан. У меня здесь есть много разных мистических предметов, которые, в принципе, помогают мне добиться результата. То есть... Подожди, а это что, голова? Голова, да. Это предмет, да. Это не нужно здесь. Вот я что искала. Тринь-терова, так называемая, которая приманивает. Духов из потустороннего мира. Конкретно она, видишь, уже вся заплесневала. Ребята, ни в коем случае не пытайтесь повторить, не пытайтесь лепить сиреноголова. Не важно, получится у нас это сегодня или нет. Так, все. Отлично. Сейчас я произнесу слова, которые необходимо произнести для того, чтобы кукла Вуда жила. Я буду говорить тихо. Не пытайтесь прочитать эти слова по губам, чтобы не повторить. Потому что, ребята, это реально заклинание. Слушай, странный запах пошел. Ты права. Так, ну я пока... Запах странный есть. Но я пока ничего такого не ощущаю по поводу того, чтобы... Блогеры говорят, что... Да. Тихо, тихо. Да ну нафиг. Не послышал сейчас было? Сирена? Да. Подожди, надо взять что-нибудь, чтобы можно было смотреть далеко. Подожди. Я что нафиг? Я что за нафиг? Подожди, а где? По забору кто-то треснул. Ты слышал звук этот? Стучит. Как? Да кто-то стукнул только сейчас. Ты не слышал, что ли? Так, все. Да вот еще раз! Что это было? Там кто-то есть за забором. Погоди, погоди. Да что за нафиг? Как будто стукнули по этим, по заборам, ребят. По забору, по железному. Может он там уже? О, блин, офигеть. Сейчас сходим, проверим тогда. Такой звук был, как будто кто-то треснул по забору. Рукой. Ну или, я не знаю, каким-то другим предметом. Ты слышал же это? Погоди, погоди, останься здесь. Я сейчас проверю. Никого. Ты слышал, прям вот так было. Такой прям звук был. А кто это мог сделать? Подожди, значит, надо идти в лес. Слушай, что-то у меня такое дурное причесствие. Давай вернемся. Проверим? Да. Что-то я маленько испугалась. Ну, от ветра не могло, ребят, реально такое быть. Просто мы вдвоем... Ладно, я там одна услышала, а тут мы вдвоем... Надо проверить. Что за фигня? Дим. Что? Что это за фигня, блин? Это селенголовый. Что с ним произошло? Я ему так руки не делала. Он что-то в руке, что ли, держит? Что-то какая-то... Что, это палка? Понятия не имею. Он просто лежал, ты понимаешь? Он просто лежал. А сейчас у него рука и что-то какая-то хрень... В руке торчит. Блин, фигня какая-то. Реально говорят. Шучу, если слепишь, какая-то фигня начинает происходить. А! Слышишь? Это точно известно. Звук. Звук сиренголового. Это не страшно. Как надо проверить. Слышишь? Ребята, вы слышите этот звук? Блин, я боюсь. Неужели, блин, нафиг это... Ну, реально жесть вот эта происходит, если слепить его? Это если мы его в 3 часа дня слепили? А если бы мы его в 3 часа ночи слепили? Звук прям реально из леса, из леса. Прям откуда-то отсюда идет. Давай скорее, вот здесь проверим. Пойдем. Что-нибудь видишь? Смотри, выше. Он может за деревьями прятаться. Ну, звук-то, реально звук. Он все громче. Погоди, вот в эту сторону идем. Еще громче звук, да? Черт, что происходит? Собака лает. Погоди. Я не готова. Здесь звук становится еще громче. Ты прикинь, сейчас мы выйдем и сиреноголовый. Мы не подготовлены вообще ничего. Хотя бы, я не знаю, какое-то средство. Может, какой-нибудь пистолет от него существует. Или что-то. Ребят, если вы знаете, что каким-то предметом можно вдруг победить сиреноголовый или как-то от него спрятаться, напишите, пожалуйста, об этом сейчас в комментариях. Я думаю, нам лучше вернутся. Надо вернуться, надо проверить. Я, короче, Дим, я... Мы дошли до той точки, ребят, и звук пропал. Это может означать только то, что он притаился. В общем, я думаю, что нам надо нафиг заканчивать это все. Сейчас я его обратно разлеплю, что ли. Как лучше сделать? Я думаю... Ну, да, я сейчас его разлеплю, вообще... Надо просто разобрать сиреноги. Разлеплю, да. И, возможно, он исчезнет. Потому что, ну... Короче, реально, ребята... То есть, неважно... Мне кажется, даже вообще пофиг. Три часа дня или три часа ночи. Погоди, шнурок. Шнурок завяжу. Что это за фигня, блин? Что это нахрен, блин, за фигня? Где мне это за фигня? Не знаю вообще, что происходит. Блин. Ребята, это вообще я даже трогать это не могу. Чуваки, это вообще просто трэш какой-то Сиреноголову воткнут какой-то Блин, это, видимо, чья-то злая шутка Я не знаю Короче, я не знаю, ребята, как завершить обряд после этого Я боюсь даже к этому притрагиваться Это просто нахрен, какая-то хрень Просто, просто жесть Короче, ребята Если вы хотите реально, чтобы я сделала Слепила или сделала чучело Сиреноголову в 3 часа ночи Пишите об этом в комментариях Собирайте лайки Чем больше лайков, чем быстрее вы соберете 2000 лайков Тем быстрее будет это видео Короче, пипец, ребята, все С вами была я, Ирина Ясинская Всем пока